А вы видите, как делается роспись по шкле и что такое брухские корунки? Усих, кто интересуется рамеоствами, запрашивают в библиотеку имя Герцена. Тут открылась выстава декоративно-прикладной творчества «Родные краевиды». Авторы экспозиции – таленты с 5-й Гомельской детячей школы мастерства, гуртка-рукодельницы при Центре социального обслугования насильства Центрального района, а так же гомельские рамесники. Интересно, что в выставе получились самые разные направления и техники. Шкло, пража, тонкие, как павутина корунки, скура, дерева, тканина. Моя любимая пряжа – это лен. Очень люблю эту пряжу. Она достаточно сложно вяжется. Тяжело, потому что она немножко такая жесткая, но я ее со временем приручила. В общем, все экспонаты, за которых складывается выстава, хочется долго разглядеться. А значит, мастеры для этого добрые постарались. Например, картины, выполненные у технице витражного розписа по шкле, могут упрыгожить кватеру, а строгий кабинет зробят больше утульным. Вообще называется заливной витраж, правильно. Ну, вообще витражи же понятно, что они обычно в соборах были, да, там они запаивались, из смальты выкладывались, и ленты свинцовые запаивались. Это имитация своего рода. Ну, вообще, как оно появилось? Появились краски. Ну, и, естественно, художники стали сначала осваивать самостоятельно, ну, а теперь мы уже преподаем своим детям. Усё ж таки, лепш усе экспонаты убачить на свае вочи. Выстава чакая наведывальника уда 24-го соковика.